Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. При выборе оптического прибора для лабораторной диагностики нам часто задают вопрос, чем отличается ахроматический объектив от плана хроматического и стоит ли переплачивать? Мы решили дать Вам ответ и принесли сегодня на обзор микроскоп Levenhuk 850b с план объективами. Давайте посмотрим на прибор поближе и разберемся, что же нам дают те самые пресловутые планы и чем они лучше классических ахроматов. Оптический прибор поставляется в стандартной упаковке из картона и пенопласта в разобранном виде. Бинокулярная насадка снята, объективы выкручены из револьверной головки. Комплектация 2 пары окуляров 10 и 20 крат, объективы 4, 10, 40 и 100 крат, иммерсионное масло, 3 светофильтра, пылезащитный чехол, зеркальце с креплением, инструкция, запасная галогенная лампа и предохранитель. Микроскоп выполнен полностью в металлическом корпусе, качественно окрашен черной порошковой краской и выглядит весьма брутально. Вес устройства не менее 5 кг. Бинокулярная насадка крепится к станине микроскопа соединением типа ласточкин хвост под углом в 30 градусов и имеет возможность поворота на 360 градусов. Диапазон настройки межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм. На правом окуляре предусмотрена коррекция диоптрий плюс-минус 5D. Посадочный диаметр окуляров 23,2 мм. Окуляры 10 и 20 крат, кёльнеры. Корпус металлический, все оптические поверхности имеют однослойные просветляющие покрытия фиолетового оттенка. Латунная револьверная головка внушительного диаметра. Имеет 4 отверстия под ДИН объективы. Смена кратности производится очень плавно с щеткой фиксацией положения объектива. Торец револьверной головки отделан резиновой полосой накладкой. Комплектные планохроматические объективы гордость микроскопа. Изготовлены в латунных корпусах, посадочный диаметр 20 мм. Рассчитаны на оптическую глубину тубуса в 160 мм. Объективы 4 и 10 крат могут работать с покровными стеклами любой толщины, о чем говорит прочерк в маркировке на корпусе. Объективы 40 и 100 крат работают с покровными стеклами толщиной не более 0,17 мм. Оборудованы особым пружинным механизмом, защищающим линзу и микропрепарат от возможных повреждений во время фокусировки. Микроскоп оснащен предметным столиком весьма внушительных размеров со стороной в 115 мм. Диапазон перемещения поверхности 70 мм. Вы можете комфортно работать установив сразу два предметных стекла в клешни микрометрических суппортов и наблюдать одновременно до 6 препаратов. Перемещение столика производится сдвоенной ручкой грубой и тонкой фокусировки. Диапазон фокусировки 25 мм. Шаг ручки тонкой настройки 2 мкм. Ход плавный, механизм хорошо смазан. Правая рукоять фокусировки оснащена маховиком регулировки силы натяжения макровинта. Левая рукоять оснащена маховиком фиксации положения предметного столика в верхней точке, аналог стопорного винта. Под предметным столиком расположился двухлинзовый конденсор Аббе с ирисовой апертурной диафрагмой и крепление для светофильтров. Корпус конденсора металлический. Оправа для конденсора оборудована двумя юстировочными ручками. Предусмотрена регулировка по высоте. Под конденсором находится осветительный блок, состоящий из коллекторной линзы предустановленного матового светофильтра, полевой диафрагмы и алюминиевого радиатора. Наличие полевой и апертурной диафрагмы позволяет провести настройку освещения по келлеру. Для подсветки используется 20-ваттная галогенная лампа, которая прилично греется и радиатор необходим для более эффективной теплоотдачи. Для работы в полевых условиях микроскоп комплектуется съемным зеркальцем с креплением, которое монтируется вместо электрического осветительного модуля. С правой стороны основания располагается кнопка включения питания подсветки и колесо регулировки яркости. Под микроскопом находится разъем предохранителя и отсек для осветительного элемента. С тыльной стороны оптического прибора мы видим разъем стандартного сетевого кабеля и пластиковую крышку, скрывающую внутренности микроскопа. Для оценки качества план объективов мы использовали классические анатомические срезы из нашего набора, дополнив их микропрепаратом кислого молока и культурой бактерий. Мы очень долго всем коллективом наслаждались прекрасными изображениями подготовленных образцов. Благодаря план объективам изображение практически полностью очищено от хроматической и сферической аберрации. Кривизна поля заметна лишь у самого края картинки, чем не могут похвастаться просто охроматы. На снимке молочной капли четко видны кристаллы казеина и большие жировые шарики. Присутствуют одинокие бактерии микрококи. На снимке культуры бактерий мы видим группу микрококов, которые объединились в стрептококи и в сарцины. Мы тщательно протестировали прибор и обнаружили два недостатка. Микроскоп укомплектован хорошими окулярами Кёльнера, но с небольшим выносом зрачка. Работать в очках увы неудобно. Осветительный элемент у микроскопа – галогенная лампа, которая сильно нагревает основание прибора. Микроскоп работал по 9 часов без перерыва в течение нескольких дней. Корпус основания грелся, но радиатор под осветителем справлялся с отводом тепла. Оптический прибор с достоинством выдержал наше мучение и заслуживает 9 баллов из 10. Выявленные недостатки несущественны. Качественная сборка, продуманная механика в сочетании с план объективами и приемлемой ценой делает оптический прибор лучшим выбором для лаборанта. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.